Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. С вами на связи врач Носова Елена. И мы сегодня опять будем продолжать тему синдрома дырявого кишечника. И я буду говорить о лечении и восстановлении, и профилактике этого состояния. Я рекомендую, даже если вы начали смотреть эту информацию именно с этого видео, все же посмотреть предыдущее, ну а вообще на будущее подписаться на мой канал. Вот и нажать колокольчик, чтобы у вас приходило оповещение, когда будет следующая информация. Как вы уже поняли из моих видео, что в основе развития практически всех аутоиммунных заболеваниях находится синдром повышенной проницаемости тонкого кишечника, или по-простому, как в народе говорят, синдром дырявого кишечника. И главная цель лечения любого аутоиммунного заболевания, это не спасение конкретного органа и системы, а устранение воспаления, и, собственно говоря, соответственно, будет устраняться весь аутоиммунный процесс во всем организме. Потому что не бывает так, что иммунитет атакует, например, собственную щитовидную железу, а вот все остальное совершенно все здорово и замечательно. И сегодня я буду говорить о восстановлении целостности кишечного барьера, потому что это является основой успешного лечения. И вот слайд предыдущего видео, что самые разные проблемы связаны с аутоиммунными состояниями, сопровождающимся дырявым кишечником. Это аутоиммунный тиреодит, болезнь хошемота, аллергия, экзема, псориаз, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, депрессия, аутизм и так далее. И вот как раз если есть эти состояния и другие, то всегда ищите повышенную проницаемость тонкого кишечника. И основа профилактики также состоит в том, чтобы не допустить или как можно скорее обнаружить и вовремя начинать восстанавливать синдром, ну сам целостность кишечного барьера. Так как именно он, как я уже сказала, является предшественником и основой всех аутоиммунных заболеваний. Когда пора заподозрить свой кишечник повышенной проницаемости? Вот в качестве наглядного примера представьте себе обычную женщину среднего возраста. Она начинает чувствовать себя плохо, появляется состояние такой вот апатии, депрессии. Вроде как это не связано с какой-то весенней хандроем, практически круглогодично. Все у этой женщины валится из рук, не успела проснуться, уже нет сил. К обеду состояние вообще вот выжатого лимона. И вдруг эта женщина начала отекать, у нее выпадают волосы и так далее. И вроде бы вот ест все как положено, не так уж и много, но при этом вес у нее прилипает буквально на ходу. Женщина, естественно, ей это не нравится. Она идет к врачу, и эндокринолог смотрит щитовидную железу, и говорит, что надо бы ее проверить. Вам надо сдать анализы. И назначает их. Когда женщина сдает анализы, как правило, результаты в пределах референсных значений. И вот я в своих видео по гипотирезу эту ситуацию очень часто рассказываю. Ну так уж получается, что ко мне много именно обращается по вопросам щитовидной железы, по вопросам набора веса. Поэтому, наверное, я и такой вот решила привести пример вот такой часто очень такой заурядной ситуации. И, как я уже сказала, результаты в пределах референсных значений. Но референс это не норма, и норма это не референс. Завышен бывает так, что у нее один всего лишь показатель это антитела к ТПО, антитела к тиреопероксидазе. Ну и, скорее всего, доктор, конечно, поставит правильный диагноз аутоиммунный тиреодит. Ну и дальше у этой женщины два пути. Традиционная медицина предполагает, что это не лечится, и делать с этим ничего не надо. То есть, идите, будем контролировать ваш ТТГ, и когда он будет расти, начнем с заместительной гормонотерапии. Ну, это, как правило, такое классическое лечение женщины, у которой в анализе есть повышенный титр антител. Максимум, что это назначит пить йод и следить, когда тиреотропный гормон вырастет выше нормы, да, как я уже сказала. И когда это произойдет, да, тут доктор назначит лечение гормоны пожизненно, со временем будет только лишь увеличиваться дозировка. И такой сценарий характерен не только для проблем с щитовидной железой. Это механизм развития практически любого аутоиммунного заболевания. Какая же у этой пациентки альтернатива? Когда обнаружились антитела к тиреопероксидазе или к тиреоглобулину, перед врачом интегративной медицины тоже не стояло бы вопроса, лечить или не лечить. Ну, вот передо мной, понятно, что вопрос бы такой не стоял. Конечно, нужно лечить. Но не антитела, а кишечник. Сам факт наличия антител дает нам такое знание, что в организме произошел сбой, что иммунная система протестует, что есть аутоиммунная настороженность. И что делать? В каждом, конечно, случае свое лечение. Но база лечения всегда одинаковая. И вот как раз в этом видео я хочу поговорить именно о основах, потому что все равно должен быть персонализированный подход. И вот вы видите на этом слайде, что я выделяю 6 шагов к выздоровлению. Наилучшие результаты по моему опыту дает программа именно вот 6Р, которая разработана на базе программы Американского института функциональной медицины. И вот вы видите, удаление, это первая стадия, замещение, заселение, заживление, восполнение и поддержание. Такой схемой я уже пользуюсь много лет в своей практике. Ну вот начнем мы с первой стадии, удаление. Что же мы удаляем? Естественно, мы удаляем причины дырявого кишечника. У каждого человека они могут быть разные, но как правило, как я уже говорила в прошлом видео, что это симптом переполненной чаши. То есть причины очень часто не бывает одна, одна какая-то просто на данный момент ведущая. Но часто это все, часто это несколько составляющих, несколько причин. Но самое главное, что мы, конечно, пересматриваем свое питание. И на этом этапе мы ведем жесткую элиминационную диету. То есть мы исключаем достаточно большой ассортимент продуктов, их составляющие. Это и сахар, молочка, глютен, консерванты, красители, ароматизаторы. И вообще я говорю о том, что еду нужно готовить дома. То есть общий пит в данном варианте вообще не вариант. Удаляем из рациона все продукты, которые приводят к воспалительным проблемам кишечника. Это в первую очередь, которые вызывают пищевую неприносимость у данного человека. Это может быть лактоза, казеин, глютен, как я уже сказала, сахар, орехи, яйца. Смотрите, что у человека. То есть ему важно вести пищевой дневник. И вот контролировать, что конкретный продукт у него вызывает дискомфортного. Может быть, у него вздутие появилось. Может быть, у него стул ухудшился. Возможно, там что-то подташнивает. Может быть, настроение просто меняется. И еще больше меняется энергетика человека. Это все будут такие или отеки. Это все будут звоночки того, что этот продукт на данный момент нужно исключить. Поэтому все, что содержит консерванты, красители, усилители вкуса, химические сахарозаменители, все это должно идти в мусорное ведро. а более широко я об этом говорю в видео по гастрономическому мусору, или мусорная еда, по-моему, так называется. Также следует отказаться от препаратов, которые нарушают микробиом кишечника. В первую очередь это антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты, которые зачастую назначаются тот же аспирин с целью снятия головной боли. Или бупрофен, болят суставы. Вот как раз эти фармпрепараты мы четко на этот период должны исключить, потому что иначе будут бессмысленны дальнейшие способы восстановления. Кроме того, я хочу сказать, что токсины, токсические металлы, попадающие с пищей, с водой, со средствами ухода, с косметикой, с бытовой химией, тефлоновая посуда, пластик, декоративная косметика, помады и так далее. Эта вся токсическая нагрузка имеет накопительный эффект, поэтому четко тоже начинаем подходить к этому осознанно и учимся читать этикетки. Опять же, хронический стресс это тоже является такой причиной, триггером для запуска этого состояния. Поэтому стресс-менеджмент, психокоррекция всем, пожалуйста, столько, сколько нужно. Обязательно важно на этом этапе принять меры для борьбы с патогенными и условно патогенными бактериями. То есть дисбактериоз, как я уже говорю, это не всегда связан с толстым кишечником, да, и который мы можем обнаружить по калу. Но, как правило, дисбактериоз тонкого кишечника. То есть на сегодняшний день нет ни одного инструментального исследования посмотреть, что со слизистой тонкого кишечника. Они сверху, не снизу. Можно, ну, может, когда-нибудь мы, как у нас, вот, есть научные данные о том, что, возможно, исследуется, что мы можем глотать капсулу, чтобы смотреть, что у нас там происходит в тонком кишечнике. И можно, как я уже говорила, при гистологическом исследовании, да, если мы берем, делаем биопсию. Вот, поэтому СИБР, синдром избыточного бактериального роста, синдром избыточного грибкового роста, инфекции, амебиаз, лемплиоз, там, паразитоз, аписторхи и все, что угодно. Есть специальные программы. Главное, чтобы они были грамотными, чтобы они были безопасными вот по работе со всем этим. То есть, поэтому у кого есть такой запрос, пожалуйста, обращайтесь ко мне. На этом этапе я назначаю пациентам разные виды меню аутоиммунный протокол. В зависимости от тяжести состояния, можно их просто иметь какие-то нюансы, иметь чередовать, то есть, должен быть, конечно же, персонализированный подход. Следующее. это замещение и этот этап должен быть в 2-4 месяца. Нам на этом этапе важно нормализовать пищеварение, то есть, принимаем пищеварительные ферменты и восстанавливаем нормальную кислотность желудочного сока. В помощь нам комбинированы ферментативные препараты, то есть, которые содержат в себе и бычью желчь, и бетаин, аж-хлор и растительные ферменты, и препараты при гипооцидности, это бетаин, пепсин. Очень важно на этом этапе также работать по ликвидации запоров. Обязательно соблюдать ту же диету. Синдром раздраженного кишечника вытекает, как я уже говорила, из тонкого кишечника. Поэтому, вот тот же стиль питания, да, или стратегическая, гидическая стратегия, фудмэп, персонализированный при СИБР, плюс палео, или если есть запущенный хронический кандидот, то может быть вариант и кета. Вот, и опять же поддержка надпочечников, стрессопротекция, поэтому нормальный здоровый сон, релакс, стресс-менеджмент и опять же физнагрузку. И с целью для того, чтобы сливался лишний адреналин, вот, кроме того, физнагрузка, это опять же массаж внутренних органов и стимуляция перистальтики. Следующее, это заселяем кишечник полезными бактериями после работы с СИБРом, чтобы не было усиления симптомов, потому что, если мы не убрали, да, вот в большом количестве условно патогенную флору и начинаем заселять здоровую микрофлору, то, естественно, они будут, патогены будут защищать свою территорию и никто не ждал полезную, поэтому начнется война и обострение. даже часто, если мы недолечили СИБР, то возникает ухудшение состояния у человека вздутия, еще больше усиливается, нарушение стула. А уж если мы даем пребиотики, метабиотики, то СИБР, да, СИГР, это для них тоже замечательная еда, поэтому важно, конечно же, чтобы была обязательно этапность. Вот, продолжаем принимать ферменты, и хорошо так же, чтобы в нашем питании было много ферментированных продуктов. Следующее, это заживление, то есть мы восстанавливаем слизистую оболочку кишечника, мы продолжаем соблюдать диету, может быть, просто происходит смена или какие-то нюансы, плюс продолжаем пить пробиотики, метабиотики, пребиотики, и подключаем аминокислоты, которые способствуют восстановлению кишечной стенки и являются противовоспалительными. Кроме того, хорошо использовать продукты с заживляющим эффектом, это костный бульон, это рыбный бульон, плюс в костном бульоне много глюкозамина, гликанов, вот, это отвары, семян, льна, толокнянки, овса, будет образовываться слизь, под которой будет идти активно процесс заживления. Вот, гастропротекторы, это и цинк, это алоэ, это вяз, смола и так далее. Кроме того, важно использовать также БАДы для заживления кишечника, это и органическая сера, это и глютамин, и хлорофилл, и так далее. Этапность условная, но важно обязательно выполнить предыдущие этапы, вот, а третий и четвертый можно и параллельно делать, но, как я уже сказала, после первого и второго, потому что это все равно, как у нас часто происходит, да, кладут асфальт в дождливую погоду, то есть, естественно, это будет совершенно на короткое время и бессмысленно потраченные деньги. Следующее, это восполнение дефицитов. На этом этапе важно выяснить, каких витаминов и микро и макроэлементов вам не хватает, для этого сдается необходимый клинический минимум и начинать активно их восполнять, потому что, если опять же, давайте, если у человека нет признаков анемии, а есть скрытый железодефицит, зачастую причина этого скрытого железодефицита является как раз условно-патогенная микрофлора, потому что является конкурентом за усвоение тот же магний. Если начинать давать железо на первом этапе, то, естественно, мы будем просто кормить условно-патогенную микрофлору, поэтому, опять же, этапность. Кроме того, поддержание здорового образа жизни. Это очень важный этап, мы приводим в порядок свой образ жизни, от этого зависит в огромной степени здоровье и нашего кишечника, и в целом нашего организма. Мы обязательно продолжаем нормализовать свой сон, начинаем следовать здоровому распорядку дня, то есть режим дня, это очень важно. Избавляемся от токсической косметики, от токсичной еды и токсичного окружения. Мы тренируем стрессоустойчивость, насколько можно ее тренировать. При необходимости мы используем адаптогены. Ну и вот еще несколько советов. Рекомендую просыпаться в 7-8 часов утра, ложиться не позднее 22-30, вот в 11 вечера вы должны уже спать. Вот, и важно также употреблять полтора и более литра чистой воды, да, в зависимости от 30 мл на килограмм идеального веса, это обязательно. при этом мы не считаем жидкости, которые получаем с пищей или кофе, там, чай, это не то. Вот, это основное условие. Всегда перед планируемым приемом пищи мы обязательно выпиваем 1-2 стакана простой воды, комнатной температуры, это тоже обязательно будет перед едой за 20-30 минут, но никогда не запивайте еду, потому что вы тем самым разбавляете свой желудочный сок, и если у вас есть гипооцинность, вы еще больше снижает кислотность, ну, соответственно, будет переваривание еды, белковая пища прежде всего плохое, и будет, естественно, опять же, напрягаться наш кишечный барьер, ферментная система будет напрягаться, и мы таким образом его не восстановим. Первый прием пищи в первый час после пробуждения, последний строго за 3 часа до сна, питание при этом должно быть дробное, малыми порциями, потому что большие порции опять же нагружают наши ферментативные системы и наше пристеночное пищеварение, и опять мы не добьемся хорошего результата, поэтому малыми порциями обязательно должно быть пищевое окно, потому что когда мы ничего не едим, то у нас начинают активизироваться уборщики в нашем кишечнике, которые как раз таки убирают мусор, который так или иначе есть в процессе нашего пищеварения. И важно обязательно принимать продукты, щелочную еду и жидкости, которые способны ощелачивать наши внутренние среды. Я уже говорила про жидкий хлорофилл и отдельно у меня есть видео на канале PH Balance. Тоже рекомендую очень посмотреть и вникнуть в суть процесса, почему это важно. Обязательно должна быть нутрицептическая коррекция, это могут быть и противовоспалительные, такие как омега-3, это могут быть растительные фитосептики курсами, или там 10 дней каждого месяца тот же черный орех или паударка, каприловая кислота, если есть склонность к кандидозу и так далее. Клетчатка обязательно и растворимая и нерастворимая. Вот опять же пробиотики это тоже важно хотя бы там неделю в месяц или через день кому сколько надо и опять же свои нюансы, но это также важно, потому что наша еда так или иначе она все равно содержит и гормоны и антибиотики, которые будут естественно влиять на наш микробиом. И восполняем также дефициты, то есть я думаю, что сейчас людей, которые считают, что витамины принимать не нужно, уже становится все меньше и меньше. Ну и я думаю, что ничего особо сложного, правда, тем и удивительно, что следуя этой программе можно предотвратить и ввести в стойкую ремиссию тяжелейшие заболевания, которые принято считать неизлечимыми официальной медициной. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте вопросы, если хотите, обращайтесь за консультацией, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, берегите себя, будьте здоровы, с вами была врач Носова Елена.